ну что добрый день уважаемые любители новостей с вами дайджест траектории и вот они вот они свежайшие новости сегодня пахнет успехом ай-яй-яй с вами карен воротамян и это новости траектории с вами дайджест волнуешься никогда не видел такого красивого мужчину в рассвете сил друзья первая новость на сегодня в москве прошла сап-регата ознаменованная рыбной неделей любители резиновых изделий и жестких и мягких столкнулись в гонке также прошел сап карнавал где приняли участие в различных костюмах всевозможные герои такие как бэтмен мутанты из канализации они же черепашки ниндзя красная шапочка леди икс чайки очень было много всего интересного на самом деле больше мне запомнилась мужчина александр в костюме феи фиалки который занял второе место в номинации мисс сап живите с этой новостью саббординг в общем вторая новость на сегодня продолжаем водные новости собачий серф-контест пошел в майами-бич флорида в общем это уже второй раз пришло 30 собак собаки серфе ли вперед и задом наперед даже лучше чем вы и на профессиональной доске на настоящий не надувного с веслом вот так вот вам шахи мат саббордер и также прошел фестиваль костюмов как у саббордеров вот такие же веселый пёс боб марли и поп выиграл пёс пляж была еще кстати автопати пена вечеринка вот саббордер учитесь а в москве пена вечеринки не было хотя может я не попал и не знаю возможное было в общем теперь вы знаете чуть больше в общем третья новость на сегодня закрытие сезона на ты кто мальчик иди в жопу тут новости снимаем ну что на дворе лето и мы наконец обращаемся с зимним сезоном было закрытие в питере который называется summer snow session хотя она была весной в общем то было катание выступления различных рок-композиций имени рампа было и заказ шашлык башлык все это было безумно круто на самом деле рассказывать могу об этом целый день точнее нет из самого яркого что я видел это возвращение легенд с бали филипп она не прилетела сделал фронтборд это было шедеврально спасибо тебе филипп за твое творчество а так приезжайте сами посмотрите вообще классно время провели было жарче чем я сейчас сижу здесь на самом деле мне бы второй пиджак бы кто-нибудь принес бы да спасибо а я сеть как царь а мы двигаемся дальше дальше я сказал что мы закрылись на бортический сезон зимы нет воду сам аркем уникальные события лета ждет вас не имеющий аналогов в россии летнее катание в сноу-парке прекрасном городе сочи а именно на курорте красная поляна такая же красная как мой пижмак сегодня в общем то представьте можно кататься летом осталось много снега там будет denis предводитель всех любителей кататься на стрелах и луки ну то бишь на деревянной доске с колчаном приезжайте катайтесь по фигурам в радуете жизни а еще можно на море съездить прикиньте как классно утром покатался по снегу вечером по морю покатался а ну а совсем вечером можно и на чем-нибудь стеклянном собственно бонусом ркм приезжайте кайфуйте следующая новость на сегодня прошел легендарный контест в честь нашего друга который к сожалению больше не с нами его зовут дима копчик это легендарное ежегодное событие куда съезжаются все лучшие скейтеры нашей страны делают самые крутые трюки в память о нашем друге очень приятно что эта традиция продолжается и с каждым годом набирает обороты я думаю скоро копчик инвентейшнл будет вообще самым мощным контестом в нашей стране респект уважение тем людям кто это поддерживает организации родителям что приходят каждый раз это уважение респект и мое почтение так сегодня уже жарко что даю пирмак и новости мира скейтбординга прошел x game japan где всех выиграл 13-летний женгу жену показала мастерское катание на самом деле как и все дети выглядит это все не очень у меня есть одна большая претензия можем ставить тут отрезок этого видео где он прыгает кикфлит на блант и поправляется полчаса как это вообще засчитали это выглядит уродская не делаю так больше женгу полная рига то вообще мне нравится в целом я против чтобы скейтбординг становился вот таким выглядит это отвратительно это мое субъективное мнение возможно даже на олимпиаде было поинтереснее x games пожалуйста ну давайте будьте будьте самим собой где вот это рок-н-ролл там с дома на дом прыжки на все 220 вольт в общем вот такая штука меня огорчила все остальные молодцы откатали ждите джингу скоро будет выигрывать 10 олимпиад подряд вот такие новости друзья следующая новость бренд шейп сделал вот такую доску с моими любимым супергероем с хазбуллой невероятно красиво он также как и я в модном стильным молодежным пижмаке только галстук они схватает вообще хазбулла просто ну человек и самолет я не представляю сколько с мощью этого человека когда он смеется за рулем бмв когда он газует или там mercedes не к очередного я просто взрываюсь в общем респект я бы на такую доску не наступал бы ногами честно побоялся бы особенно приехать куда-нибудь в гости сказать как была у меня такая доска я на тебе сейчас кикфлип сделаю в принципе я думаю она полноразмерная поэтому респект уважение красиво мощно также у этого бренда есть много других всевозможных дизайнов удивительное множество я бы хотел доску форме надо сейчас подумать ну-ка чтобы я хотел на своей доске блин я так задумался я бы хотел доску форме саббордиста чтобы вот такой огромный саб на нем лежал саббордист и вот два весла по бокам если вы считаете что вы можете сделать что-то экстравагат не напишите в комментариях пожалуйста с чем вы бы хотели доска я думаю что можно блин так фазбулу держу за голову что просто потерялся мальчик вот такого роста небольшой форме доски в общем прислайте ваши варианты в комментарии может мы им напишем они сделают у них-то идеи скоро кончится друзья у нас новая рубрика вы не просили а мы сделали я выхожу на связь со своим корреспондентом ильей а вот илья добрый день так и что вы будете делать край край вам понадобится холодная сварка обро стоит 200 рублей и лак мы купили потому что он самый дешевый это лак для печей мы берем холодную сварку на этот кусок нам наверно одна треть понадобится на двухкомпонентная и мы ее как пластилинку вот два компонента в нем до однородной массы размяли теперь мы скатываем его в трубку желательно чтобы трубок не было трещин и приделываем грань берем наш лак нам нужно его стряхнуть и покрываем первым слоем вместо нашей латки где очень жирно у нас прошло 15 минут и мы покрываем наши лапки вторым слоем на этом наш ремонт закончен нам нужно подождать 35 часов до полного высыхания наших ладок чтобы у нас ничего не оторвалось пожалуйста друзья забирайте со спотов весь ваш мусор на этом я с вами прощаюсь пробуйте делайте споты никита следующая новость на сегодня у траектория наша замечательный буршок вышел коллапс франкин чейн яркие цвета и всевозможная бугульма на досках вот таких вот замечательных ну теперь уже не такие замечательных собственно вот такая разноцветная доска с дизайна франкин чейн очень красиво с малого возраста катайтесь на скейтборде любите баз скилл что такое баскилл я не знаю если вы знаете напишите мне в общем выглядит красиво и классная форма качественной доски также в коллапе присутствует здрасьте проходили проходите не стесняйтесь довольными отель вип они не дадите нам я помню по она ну тогда ладно так ну что с продолжить собственно в коллапе есть такие штуки которые называют стелдевил крепим вот этого малыша к себе на досочку нажимаем вот так на асфальт и тут искры там искры братан всего то вот там есть два болта крепите кайфуйте пускайте искры также в коллаборации присутствуют замечательные взрывательные петарды которые можно взорвать ну и конечно же одежда футболочки и прочие всякие штучки в общем вот такого коллаборация franken chain и траекторию борт шоп вот завернул малыша пока он спит дал ему петарды и тэйлдевил а вот малыш потом вырос вот таким хотите чтобы вас такие дети были вот пожалуйста коллаборация для вас мои любимые новости моды dior выпустил hydra костюм за 3300 долларов а это сколько в рублях переводчик переводи пока посчитай я пока расскажу значит выглядит эта штука вот так вот такой вообще на самом деле выглядит как будто вы чайки вас от дристалли и вывод теперь в таком с большой надписью dior как будто на большевском рынке это сейчас висит презентация так себе вот какой-то фанерные листы где вы взяли эти фотографии вы это какая-то инсайдерская информация а но есть еще вот такой кремовый вариант когда чайки вас добили окончательно и вы это размазали собственно возможно это хамелеон я не знаю 3 300 244 тысячи рублей у меня первая машина дешевле была ну как бы летите да хорош сейчас да тихо-тихо ну пожалуйста в общем hydra костюм dior прекрасная вещь за 200 если у вас есть куда потратить 244 тысячи рублей костюм dior для вас продолжаем нашу вечеринку и модный приговор бренд гучи гучи сделал чехол для скейтборда гучи алё очнитесь у нас был чехол с виноградными косточками с паттерном который можно положил быть жизнь свою можно было положить можно было два hydra костюма dior него положить и скейт бы все равно в лес это что такое за пудреница вообще блестящая такой чехол ваша не продается они как будто специально делают чтобы их дешево подделывали на рынках ну что что это гучи алё а что за скейт с этих скейт гучи между вот это больше интересно есть и у вас есть информация про этот скейт тоже колеса на нем гучи я бы сделал бы тест-драйв есть богатые подписники пожалуйста пришлите скейт гучи я сделаю тест-драйв а верну мне он не нужен всего лишь покатать пять минут в общем живите теперь с этим следующая новость на сегодня тренд на уэс андерсон уэс андерсон это молодой человек или уже может пожилой я кстати не знаю как он выглядит который снял фильма отель будапешт и всякие там другие еще вы знаете этот стиль неповторимые яркие цвета вот эти перестановки кадров все очень круто весь весело снято и люди начали подражать и снимать в его стиле всевозможные спортивные эти ты свои танцульки в тик токах и прочую чичу-бричу и ребята первые в сноуборд индустрии сняли ролик это называется sender sessions сейчас я процитирую автора с андерсон inspired in all its glory что переводится как мы сняли также как в сандерсон и что-то там про глазурь в общем какую-то я не разбираюсь вот собственно пробуйте снимайте наслаждайтесь посмотрите обязательно вот ставим короткий участочек вот здесь а вот здесь фильм будапешт а я вас надурил сами отгадайте где будапешт а где сноуборд ролик вот так вот друзья 11 числа в москве пройдет грандиозное событие которое называется за болл я кстати там участвовал пару лет назад проспал квалификацию поэтому не попал ни в финал никуда и планирую в этом году также проспать но прийти в виде зрителя обязательно бмк серый скейтер составляются в одном из прекраснейших баллов москвы собственно приходите посмотрите а если вы класс скейте приходите поучаствуйте выиграть и потому что в прошлом году кикфлип бакси 50 сделал человек в боуле и победил на третьем месте может быть наконец-то начнут прыгать высоко как педро баррес скейтбордисты но бмк серфи так все классно кстати там прошлом году был концерт антоха эмси и он делки флип на сцене что задело мое сердечко так что до сих спор я вот этот вот да на на этом женщина идет страшно в белом пальто в общем приходить не забыл друзья для любителей двухколесных развлечений мы для вас подготовили супер новость на магазине на повелецкой можно протестировать вовсю велосипед который называется raw cycles а модель его лил барри это не просто велосипед это электровелосипед можно на нем будет покататься протестировать прежде чем загореться в этой мыслью о том что у вас будет собственный такой приходите на повелецкой вся информация в соцсетях что нужно как что и сделать я вам уж тут не буду вообще все рассказывать от овощей не интересно будет а я пойду собственно и прокачусь обязательно очень давно хотел потестить такую штучку выглядит она вообще как будто на growth street я вот с теми самыми snap dog pvd и ice cube все они на таких катались я тоже хочу в этот клуб поэтому пойду протестирую и у вас есть такая возможность тоже не сидите дома два колеса лучше чем одно финальная новость на сегодня новая скейт игра от разработчика скейт сити компания зла games в общем выпускает поговаривают что выпускает новую игру пишут что от скейтеров для скейтеров дата неизвестно пока есть пару скриншотов возможной игры ну молодой человек в хип-хопе туда дед так что возможно будет круто пока сказать тяжело если не наврут то будет круто проверим когда выйдет ну что дорогие друзья на этом я с вами прощаюсь это был дайджест траектории первый лесной эпизод спасибо что вы смотрите до сих пор поддерживаете это был 11 в юбилейный выпуск так что ждите новых новостей пишите нам мы любим ваши комментарии будем стараться делать дальше ставьте лайк подписывайтесь а я вам сделаю фонтанчик для вас выполняет ансамбль одного песнира миг луха палецкий и так песни ими фридом ими фая и миризм тейк михая си за чемпион ты и дефил на фиды поэйнас мейкас филпрау индестрит а экселив тим и михая Никатос, что снимать-то? Идём в дайджест? Погнали, короче. Прояснится же такое.